ЗАПОРОЖСКОМ ОБЛОСТНОМ СОВЕТЕ 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 Ну, изменения, как говорится, налицо, но тем не менее, бытует такое мнение. Многие журналисты, эксперты, даже простые запорожцы считают, что, вот, которые следили за, именно за процессом разработки нового регламента, что вот все эти хитросплетения, эти новые заявки, новые нормы, что депутаты их проводили для того, они таким образом начинали свою подготовку к новой избирательной кампании. Так ли это? Повторюсь о том, что все заинтересованные лица могли подать свои предложения, каждое из предложений было рассмотрено сессией, проголосована отдельно каждая правка. Действительно, некоторые депутаты начинают или продолжают свою политическую деятельность, когда делают громкие заявления, обвинения, их снимают... Это пиар-компания. Да, пиар-компания, их снимают свои журналисты, это выкладывается в YouTube, таким образом отчитываются перед партийными боссами, в общем-то, на этом все заканчивается. Моя позиция следующая. Нужно работать в округах, нужно работать на заседании постоянных комиссий, и в этом заключается эффективность работы депутата для жителей Запорожской области. Пустыми пиар-заявлениями экономическую ситуацию мы не улучшим. Вот если говорить объективно, чем вызвано такое большое количество поправок в новом регламенте, и какую из них вы считаете наиболее принципиальной? Ну, я хочу разделить на три части. Первое, действительно, были юридические правки, когда нормы законов пытались отразить в регламенте, по сути, дублировать. Второе, были попытки внести дестабилизацию в регламенты, в политическую составляющую деятельности облсовета, эти попытки не прошли. Ну и были действительно обоснованные правки, в частности, то, что касается языка. То есть нашли удобную для применения формулу в областном совете, которая была проголосована, и мы знаем, как применяется украинский, государственный язык, как принимаются другие языки в деятельности областного совета. Ну вот, кстати, языковой вопрос, он был одним из самых принципиальных. И к чему в итоге пришли? Была принята поправка одной из комиссий. На сегодня все должностные лица областного совета обязаны выступать, вести заседание сессии на украинском языке, а присутствующие депутаты имеют право использовать и украинский, и русский язык. Поэтому я считаю, это достаточно адекватная правка. И вообще языковой проблемы в Запорожской области не существует. О ней надо забыть. Как курьез, хочу вам сказать, один из депутатов на русском языке обвинил своих коллег в том, что они там якобы не поддержали какую-то правку по государственному языку на русском языке. Ну вот, вся проблема. То есть он сам болеет за английский язык, но при этом говорит по-русски. Да, именно так. Ну, мне тоже кажется, что язык это не основополагающее для гражданина Украины. Он может говорить как на украинском, так и на русском. Абсолютно равнозначно. Как принятый регламент повлияет на эффективность работы, как вы считаете? На мой взгляд, принятый регламент обеспечивает политическую стабильность. Это не просто слова. Если вы изучите опыт Японии, Германии, Испании, Сингапура, для того, чтобы обеспечить экономический рост, необходимо обеспечить политическую стабильность. Я подчеркиваю, это необходимое условие. И вот этот регламент обеспечивает политическую стабильность. На сегодня мы имеем возможность сосредоточиться на вопросах экономии бюджетных средств, на вопросах вложений сэкономленных денег на необходимые инфраструктурные проекты. У нас их масса, поверьте. В Розовском районе нет скорой помощи, или недостаточно, или в плохом состоянии. В Вольнянском районе практически готовый объект водоснабжения, на который там нужно миллион гривен. И мы знаем, где найти эти деньги. Для этого нужно все усилия бросить свое время, бросить именно на решение экономических вопросов, но не на политику. Поэтому данный регламент позволяет сосредоточиться на экономических вопросах. То есть именно экономические вопросы, это и есть главная мерила эффективности работы? Я считаю, да. То есть люди избирали нас не для того, чтобы мы сделали пару громких заявлений во время своей каденции. Люди хотят, чтобы водопровод работал, чтобы зарплаты платились. У нас масса проблем и по областному водоканалу, и по другим коммунальным предприятиям. Вот чем надо заниматься. Ну да, разговоров мы наслушались уже много, хочется конкретных дел. Тем не менее, все оргвопросы в Запорожском облсовете на данный момент решены, да? А какие дальнейшие ваши приоритеты в работе? Приоритет в работе нам необходимо в самое ближайшее время, 30 или 31 марта, распределить капитальные затраты по Запорожской области. Это чуть больше, чем 400 миллионов гривен. То есть понятно, что депутаты хотят, чтобы на их округа данные деньги были потрачены. То есть это серьезная работа в комиссиях, это серьезная работа с профильными департаментами администрации. Ну и для тех людей, особенно СМИ, общественников, которые радуют за открытость, я хочу сказать, что, вы знаете, принято положение об электронных петициях. В самое ближайшее время на сайте вы уже сможете пользоваться этим ресурсом. Ну и в принципе, я хочу сказать, все то, что касается открытости, демократичности, пожалуйста, давайте свои предложения. Для нас два основных приоритета. Первое – это открытость, демократичность, понятность для нашего избирателя. И второе – это ежедневное решение экономических вопросов. А вот давайте вернемся к петициям. Насколько эта система уже разработана? И есть ли уже какие-то конкретные данные? Сколько надо подписей, чтобы эта петиция была рассмотрена? В принятом решении Запорожского областного совета необходимо 2000 подписей, для того, чтобы петиция была рассмотрена. Но я хочу сказать, чтобы вы не делали из этого самоцель в петициях. Мы рассматриваем заявление одного гражданина. И нам не надо для этого 2000 собирать, чтобы заявление по сути того или иного лица было рассмотрено. Поэтому сами петиции, возможность их использования появится на сайте облсовета в самое ближайшее время. Ну, я оцениваю это как месяц. Это исключительно технические вопросы к организации процесса. А само юридическое решение уже принято, оно действует, мы по нему работаем. Ну, и подать петицию может любой гражданин области. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был первый заместитель председателя Запорожского областного совета Егор Семенков. Нам же остается только пожелать нашим народным избранникам плодотворной работы в Запорожском областном совете. Продолжение следует...